Призывникам, как и прежде, будут выдавать памятки с разъяснением общих прав, обязанностей и ответственности военнослужащих, с номерами телефонов доверия военных прокуратур и гарнизонов. Нововведением в этом году стали банковские карты денежного содержания и электронная форма военного билета. На сборном пункте, кроме прочего, с призывниками побеседуют об истории России, вооруженных силах и их боевых традициях, о льготах для граждан, проходящих военную службу. Лучших результатов в организации проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, в октябре-декабре 2015 года добились муниципальные образования, такие как Александр Невский район, Кораблинский, Рыбновский, Рязанский. Выражаю благодарность главам районов, председателям призывных комиссий, начальникам отделов и отделений, должностным лицам Временного штата сборного пункта области за четко организацию взаимодействия и высокий профессионализм в организации проведения осенней призывной кампании 2016 года. Несмотря на явные преимущества военной службы, все еще остается некоторый процент мужчин, которые всеми способами уклоняются от призыва. Для них существуют определенные санкции. Также большое влияние оказывают на качество проведения призыва низкая практика реагирования правоохранительных органов на факты уклонения граждан от исполнения воинской обязанности. Эти проблемы приводят к тому, что сотрудниками отдела военного комиссариата, работниками администрации муниципальных образований, членами призывных комиссий, тратится огромное количество времени на выполнение мероприятий, не связанных непосредственно с призывом граждан на военную службу. Положительной тенденцией, по словам военного комиссара области, стало здоровье призывников. Годными к военной службе признали почти 73% призывников, что на 10% выше, чем в 2010 году.